Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Лера Рома, и я владелец одного из самых масштабных бьюти-проектов Украины Красиво Проджект, где работает более 40 сотрудников с оборотом более 1 миллиона гривен. Также наш большой проект Красиво Проджект, который обслуживает и женщин, и мужчин, и детей, вошел в топ-10 салонов красоты Украины, и я как создатель вошла в топ-100 лучших женщин Украины. Когда мне было 17 лет, я переехала в город Харьков, из маленького города Алчевск, поступила в юридический вуз имени Ярослава Мудрого и провела 5 лет. Честно говоря, думала, что я вернусь обратно в свой родный город, но не получилось. После 5 лет я проходила практику в суде и поняла, что это вообще не мое, и решила себя попробовать визажистом. Тогда это было очень модно, актуально, я смотрелась Гуар-Веттисяна, я думала, блин, ну вот я же могу так же! И пошла обучаться на мастера-визажиста, а потом познакомилась со своим мужем, и мы открыли наш первый салон красоты, где я была и визажистом, и руководителем, и администратором, и кем я только не была. Ну вот все началось с того, что я насмотрелась на классных бьюти-мастеров, Гуар-Веттисян, Золоташка, и пошла обучаться. Потом мы с мужем открыли наш первый салон красоты, думали, что это будет очень легко, классно, прибыльно, хотя я изначально была против. Когда я побывала в этом все моменте, когда я увидела, как меня обучали девочки, как они рассказывали про проблемных клиентов, ну и многие другие подводные камни, о которых я буду говорить на этом YouTube-канале, я говорю, нет, Игорь, ты знаешь, это плохая идея, открывать салон, давай лучше что-нибудь другое, может быть что угодно. То есть это было просто мое хобби, мне нравилось красить, но я не готова этим была заниматься профессионально. Но он настоял, он настоял, как раз у нас была свадебная путешествия, он говорит, нет, вот все, я решил, и мы поехали на наше первое обучение, на наше первое обучение в бьюти, в Киев, это было обучение семидневное, и мы начали себя прокачивать как руководители по сервису, по финансов, по управлению, по найму в том числе, вот, и потом мы открыли наш первый салон, ну так все и началось. Я там работала и руководителем, как я уже говорила, и администратором, и мастером-визажистом, сложно было все контролировать, был полный хаос, потому что вот даже те семидневные курсы не помогли, вообще не помогли, хотя там было достаточно толково, что сказать, просто мы были юные, мы никогда не были в бизнесе, и было сложно настраивать все эти бизнес-процессы, но самое сложное даже не бизнес-процессы, а работа с людьми, работа с клиентами внутренними, и работа, конечно же, с внешними клиентами, да, то есть с мастерами и с клиентами, которые приходят к вам в салон, вот это вот самое сложное. Мне кажется, вообще в принципе в сфере услуг самое сложное – это работа с людьми. Даже не бизнес-процессы, а вот именно работа с людьми. Выходило долго достаточно. Ну, во-первых, мой первый нервный срыв был, когда я просто хотела закрыть салон и все, и больше никогда не возвращаться в бьюти-индустрию. Это был такой черный день календаря, когда у нас была тотальная задержка клиентов. Еще и пришли мои друзья, увидели весь этот хаос и полный трэш. Еще было два недовольных клиента в тот день, и ко мне подошел мой администратор и говорит, Лера, я, наверное, уволюсь даже, не хочу отрабатывать. Но это были мои косяки, это была моя зона ответственности, это я плохо построила тогда мой салон. Но это был мой первый салон, моя первая практика, то есть первые два месяца был полный трэш. Я это не отрицаю, часто говорю на своих вебинарах, семинарах и даже в профиле Инстаграм. Поэтому я абсолютно искренне со своей аудиторией общаюсь на эту тему. И к вопросу, как же я вышла из этого хаоса, вот тот черный день календаря, я поняла, что что-то нужно менять, что я вообще не разбираюсь в бизнесе, я не умею его вести. Мне высветилась реклама достаточно известного предпринимателя международного уровня. У него очень большой клуб бизнес-предпринимателей во всем СНГ, и он приглашал на свой оффлайн-семинар. Вход был в районе 300 гривен, и я поняла, мне срочно нужно туда идти, срочно. Я пошла туда, меня зацепило, зацепило вообще подача этого спикера, зацепило его ведение бизнеса. Он очень много говорил про помощников, что помощники должны быть в бизнесе, чтобы руководитель был не в, а над бизнесом, а я тогда как раз была в бизнесе. Да если честно, это даже нельзя было назвать бизнесом, это что-то было, да, вот мое любимое слово мышиная возня. Как-то так, я пошла первый раз, на что потом пригласили, конечно же, на платное обучение, которое стоило больше тысячи долларов. Я тогда не решилась пойти, потому что сумма была большая. А потом я привела своего мужа, как раз через месяц. И мы приняли решение, что нужно идти. Мы видели результаты людей, мы видели, как люди меняли себя, меняли свой бизнес, а ведь одна из моих ключевых фраз, то, как вы выглядите, то, как вы думаете, вот вы – это отражение вашего бизнеса. Ваш бизнес – это отражение вас. И вот то, что с вами тогда происходило, вот на том уровне было наше мышление. И мы шли не заработать миллионы, конечно же, мы шли менять свое мышление. И вы всегда идете менять свое мышление, да, потому что когда меняется ваше мышление, меняется и ваш бизнес. И мы пошли. Это было долгое обучение. Сначала мы пошли на семинедельный тренинг, где нас прокачивали по найму, маркетингу, финансах и многих других аспектах. А потом мы пошли в годовую программу и целый год, да, это стоило очень дорого. В совокупности мы там оставили больше 10 тысяч долларов за год, но это были кардинальные изменения. После уже обучения мы могли рисовать воронки, грамотно, круто подбирать персонал. Я уже тогда начала классно разбираться в Таргете, и это прям был таким моим первым шагом в создании классных креативов. Я тогда сама это все делала, создавала креативы, настраивала Таргет. Сейчас это уже делает наша команда, наша, да, то есть не какие-то нанятые люди, а наша команда полноценная, большая. Вот тогда я это все делала, и я видела прогресс. Я видела прогресс, что ко мне идут клиенты, что у нас наконец-то систематизируется работа. Мы взяли помощника, мы взяли администраторов. Ну, происходили какие-то чудеса, мы начали разбираться в финансах, но не то, чтобы чудеса, конечно же, не чудеса. Мы делали вот точно оточенные бизнес-процессы, мы настраивали по чуть-чуть систему. Я увидела прогресс, пошли клиенты, хотя раньше, когда у меня были СММщики, которые писали стратегии, бизнес-стратегии какие-то за полторы тысячи долларов, я вообще сейчас не приемлю какие-то написанные не вами бизнес-стратегии, потому что, как правило, написанные бизнес-стратегии не вами вообще не имеют ничего общего с жизнью бизнеса. Вот такая фраза. И сейчас, когда мы создаем франшизы, мне предлагают написание бизнес-проекта франшиз, это все бред, несуществующий вообще. Поэтому я к этому всему отношусь скрупулезно. И вы меня спросите, Лер, получается, что бизнес-проект не нужен? Нет, он нужен, но вы должны его сами написать, сами, а не просто какие-то сторонние люди, которые вообще не разбираются в бьюти-индустрии, в найме, я не знаю, в онлайн-продажах, в инфобизнесе, неважно. Поэтому я считаю, что такими важными моментами, как найм, маркетинг, финансы, управление должен заниматься сам руководитель. Вы можете нанимать помощников, которые вам будут помогать с инстаграмом, с наймом, с внедрением каких-то процессов, но все-таки вы должны в этом круто разбираться. Поэтому не совершайте моих ошибок, идите сразу обучаться. Так вот, к тому моменту, что мне писали разные бизнес-стратегии, маркетинговые стратегии, вот они просто остались написанные, они никак не внедрились. Я потратила кучу денег, я не поехала на отдых, я эти деньги просто оставила какому-то СММ-агентству, которое что-то мне сделали, что-то, что-то мне написали, еще и писали два месяца. Я не буду критиковать кого-то, этих СММщиков, других СММщиков, таргетологов, и т.д. и т.п. Но вот истина, прежде чем что-то делегировать, вы должны сами в этом разобраться. И теперь я понимаю, да, у нас есть таргетологи, есть люди, которые делают нам контент, но мы всегда их корректируем, что вот так бы, вот так было бы хорошо, а вот так нет. Нет, мы можем зайти в любой момент в наш кабинет и ДС-менеджер, и я могу рассказать своему человеку, что вот что здесь не так, и что здесь нужно поменять. То есть я не перекладываю ответственность, не говорю, Маш, ну что, где клиенты? Я четко понимаю, смотрю, что вот у нас креативы не зашли, нужно поменять креативы, тогда мы будем видеть более позитивную динамику. Что, возможно, у нас контент в Инстаграме уже не такой актуальный, нужно идти много со временем, да, мы сейчас делаем очень много преображений, фото до после и т.д. и т.д. Можете зайти посмотреть. Поэтому, как мы вышли из хауса? Конечно же, поменяли свое мышление, я даже не говорю из-за обучения, поменяли мышление. И сейчас, когда мы уже обучаем, мы уже обучаем многих людей, многих людей только в бьюти-индустрии. Изначально мое обучение, оно было не в бьюти, оно было больше заточено под онлайн. Но поверьте, из любого обучения можно вынести огромный клондайк знаний. Сейчас, когда мы обучаем огромное количество людей в бьюти, когда они выходят из обучения, они говорят, лет, но вот не хватает, вот не хватает. Потому что мозг всегда должен быть в ресурсе, всегда. И вот буквально перед съемкой этого видео я оплатила себе обучение по сторимейкингу. Почему? Потому что я понимаю, что мир движется вперед, что создаются все новые, новые методики ведения бизнеса, привлечение клиентов, подогревом и так далее, да, тик-токи, таргетерная реклама в тик-ток, подогрева аудитории через сториз, стори-тейлинги и т.д. и т.п. Это вот все современные тенденции. Вы знаете, что это такое? Если нет, идите обучайтесь. Если нет, вы просто отстаете, будете отставать. Вот в этом все золото, вот все просто. Идите меняйте мышление, идите развивайтесь каждый день. Продолжение следует...